Итак, друзья, снова здравствуйте! Сегодня на рассмотрение у нас новая посылочка, которая пришла сегодня. Она пришла из Китая, из магазина Gearbest. Она очень легенькая, несмотря на свой большой объем. Как обычно, наша посылочка вскрывалась на таможне, и видите, в каком виде она пришла. То есть ее, опять же, волшебным таможенным скотчем вскрывали, понятно чем, а вот закрывали заново волшебным таможенным скотчем. Итак, друзья, что же мы здесь видим? У меня, по идее, здесь две посылочки, которые я заказывал. Одна для садоводческой темы, по садоводческой теме, вторая непосредственно для здоровья. Итак, в нашей посылке всего вот таких две вещи. Ну и, соответственно, пустую коробочку, пустую пленочку мы отправляем назад. Непосредственно с проводительный документ, или что это там у них. Итак, начнем вот с этой помятой коробочки. Друзья, это вот такая непосредственно получается у нас поддержка, вот как нарисовано вот здесь. Вот эта поддержка для пивного, как они пишут, живота. Стоят они порядка 280 рублей. На мой взгляд, она показалась мне и с точки зрения экономии. Экономии средств довольно по приемлемой цене. Ну, я, правда, не знаю, как она, в каком состоянии она, значит, находится по качеству и по функционалу по своему. Коробочка больше пустая, она нам не нужна. Дальше открываем непосредственно пакетик и смотрим. Сразу так, у меня при росте 180 сантиметров, сами понимаете, какой у меня и живот. Правда, пива я не пью, но очень люблю покушать. Дальше, смотрим мы на качество, сразу же, сразу же качество смотрим. Я вижу, я немножечко разбираюсь в этом, я кое-что тут вижу неприятное, да. Не очень хорошо зашито, не очень, не очень, хотя с моей точки зрения, может быть, не очень хорошо так-то. Я не вижу никаких, допустим, именно дефектов. Вот какая-то ниточка, но ниточка, правда, ее сразу можно выкинуть, да. Вот, никаких особых я не вижу проблем. Ну, неровно, конечно, кое-что сделано, и это немножечко неприятно. Хотя, самая основная функция, это функция для моего живота, чтобы он как бы не рос вперед больше. Ну, давайте посмотрим, вот вы видите, она довольно упругая, она одевается через ноги. Посмотрим, ну и если кому будет интересно, я расскажу, что к чему. Дальше, второй непосредственно момент, это уже садоводческая тема. Ее тоже вскрывали, вскрывали, но китайцы наши друзья упаковали. Давайте же посмотрим, что у нас здесь лежит. Вот такая вот птичка. Вот такая вот стеклянная птичка. Так, я надеюсь, что она нигде не разбита, что ее никто не разбил. Эта птичка непосредственно служит для того, чтобы поливать цветочки. То есть, просто вот у нас, например, стоит горшок, в горшке цветочек. Мы набираем сюда водичку, водичку наливаем и вот так вот втыкаем в земельку. И у нас получается система капельного полива. Вот, по поводу качества, я уж думал, здесь есть какие-то больные места, то есть сколы, может быть. Но на самом деле ничего подобного, друзья, я не получил. Очень прикольная вещь. Я попытался надуть ее, но это говорит о том, она не надувается. Собственно говоря, воздух нигде не проходит. Это значит, что все хорошо, ничего не повредилось. Значит, стоит она порядка 120 рублей. Опять же, на тот и на другой товар я положу скидочку непосредственно под видео, друзья. Если кому понравилось, нажимайте лайки, добавляйтесь. Вот такие мелочи, интересные моменты я буду добавлять на свой канал. Вы всегда сможете посмотреть. Я с вами буду делиться и опытом, и непосредственно этими, как бы, интересными и полезными товарами. Друзья, добавляйтесь. Всем пока.